Предлагаемый рецепт пончиков я впервые увидела в старом журнале. Набор продуктов для него доступный, процесс приготовления простой. Делюсь, рецепт пончиков удобен тем, что можно пристроить остатки молока, которая прокисла или другую кисломолочную продукцию, кроме сметаны. Еще эти пончики имеют небольшую особенность. Если перед жаркой дать им немного подойти, буквально 3-4 минуты, то после жарки внутри них образуется полость, которую можно заполнить кремом или повидлом. Обязательно попробуйте. Мука пшеничная, 500-600 грамм. Молоко, 1 грамм, кислая, стакан объемом 200 миллилитров. Вода 0,5 столовые кана, теплая. Яйца 1 штука. Дрожжи 5 грамм. Ванилин по вкусу. Сахар 1 столовая ложка. Соль, 1 дробь 4 чайных ложки. Растительное масло 300-400 миллилитров, для обжаривания. Количество порций 3. Подготовьте необходимые ингредиенты. В воде растворите сахар и дрожжи. В ведерко хлебопечки перелейте дрожжевую смесь. Добавьте яйцо и кислое молоко. Добавьте 500 грамм муки, соль, ванилин. Включите программу теста по времени 1 час 0-4 минуты. Наблюдайте за замесом, если тесто прилипает, добавьте немного муки, но не более указанного количества. Влейте 2 столовые ложки растительного масла. Как только образуется комок теста, закройте крышку и дождитесь окончания процесса. После звукового сигнала включите еще раз программу теста на 30 минут. Готовое тесто переложите на стол. Сделайте обминку. Если тесто прилипает к рукам, смажьте руки растительным маслом. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5-0,7. Смотри, с помощью стакана нарежьте круглые заготовки. К этому времени в жаровне или в кастрюле разогрейте растительное масло. Огонь чуть ниже среднего. Опускайте по трем заготовки в разогретое масло. Пончики должны свободно плавать в масле. Обжаривайте с двух сторон до румяного цвета. Готовые пончики переложите в вазочку. Перед подачей пончики посыпьте сахарной пудрой или полейте сладкими соусами. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин